А вы в курсе, что с начала этого года в Сочи появились 5 новых скверов и прогулочных зон? Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я Татьяна Говоркова. В этой программе мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе касаются интересов всех сочинцев. И сегодня мы находимся на открытии нового сквера в селе Голицыно. Эта площадка должна была стать подарком сельчанам ко дню города, но из-за непогоды сроки пришлось сдвинуть. И полностью благоустроить ее удалось только к середине декабря. Так новая зона досуга выглядела еще в прошлом месяце. Пара детских качель и рабочие с лопатами и мастерками. Строили площадку, как говорится, всем миром. В данном случае силами жителей сел Лесное и Голицыно. А это порядка 2000 человек. Помогали общественники, предприниматели, депутаты и местные власти. Активное участие в работах принимали и студенты РУДН. Это была их дипломная работа. Хочется, чтобы после нас, после РУДН, мы четвертый курс садового парка и ландшафтного строительства. Хочется, чтобы после нас осталась память и чтобы людям было приятно здесь находиться. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, навечно занесены в памятную доску. Сами же герои во время торжественного открытия сквера получили благодарственные письма и грамоты от мэрии и депутатов. Среди тех, кто активно участвовал в работе, и Руслан Корян. Очень дружное село. Все помогали, чем могли. Что сказать? Результат налицо, что получилось. Думаю, все получилось здорово и хорошо. И название скверу дали сопутствующая дружба. Возвели его на месте старого аварийного барака. Теперь здесь уютно и комфортно. Аккуратно уложенная плитка, удобные лавочки и аллея деревьев. Есть и декоративные элементы, которые рассказывают об истории сел, образовавшихся еще в начале 19 века. Есть еще одна памятная стела о павшем героям Великой Отечественной войне. Первые цветы к мемориалу возложили местный депутат, глава администрации Адлерского района и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Вообще мини-парк можно разделить на несколько зон. Сквер со стеллами, детская зона с качелями, каруселями и турником для воркаута и верхняя зона, на которой можно играть в волейбол или проводить торжественные школьные мероприятия. Ну как вам площадка? Нормально? Спасибо огромное всем, кто принял участие в организации. Для меня, как мамы мальчика, очень полезна будет волейбольная площадка. Если я еще, правда, не знаю, есть ли в данной нашей школе секция волейбольная, если здесь еще есть и волейбольная секция, поклон, огромное спасибо. Это как новогодний подарок от мэра нам. Мы очень благодарны ему. Он нам подарил хороший мяч. Мы будем играть здесь в волейбол. Играли обычно в футбол на школьной площадке, но там поле очень маленькое. А здесь оно как бы получше и не будем теперь мешать школьному охраннику. Всегда необходимы такие своего рода вложения администрации в общественные дела, особенно для детей. Очень нам нравится. Спасибо. Да, и праздник понравился, и все прекрасно. Побольше таких праздников. Внимание детям и людям, конечно. Праздников своим горожанам мэрия делает немало. Только за этот год в Сочи появились пять новых скверов и пешеходных зон. Сочи поистине город для отдыха, для праздника. И так сложилось, что во все времена именно прибрежная часть, часть, которая предоставлена была нашим гостям, она очень интенсивно развивалась. За последние годы мы также сделали очень много вопросов, связанных с улучшением комфорта города, подготовка к Олимпийским играм. Мы воспользовались ей, конечно, по многим вопросам были сделаны шаги вперед. Не зря наш город входит в пятерку лучших городов по качеству жизни. Что такое качество жизни? Это, конечно, комфорт, это благоустройство, это, конечно, медицинская помощь, это образование. И именно по этим направлениям мы сегодня и идем. Мы очень гордимся тем, что в городе Сочи сегодня четыре очень приличных критики. Мы гордимся тем, что со всей России нам удалось пригласить на работу лучшие кадры медицинские. Приехали доктора наук, лучшие хирурги из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска. И мы сегодня имеем в городском здравоохранении любого специалиста, не говоря уже о той технике, оборудовании, которая присутствует. И, конечно, это шаги вперед. Но наши жители, они всегда видят то, что рядышком. И так должно быть. И я сам понимал, что, наверное, несправедливо или не совсем справедливо, когда бюджетные деньги, которые должны пойти на улучшение качества жизни наших жителей в селах, микрорайонах, мы эти деньги часто направляли на скверы, парки, на набережные, то есть на ту часть, куда приезжают наши отдыхающие. Это тоже правильно, потому что именно за счет его величества туриста мы и живем, потому что это он главный инвестор. Это он везет сюда деньги. И все остальные отрасли, они содержатся только за счет этой отрасли, за счет туризма. Но на протяжении последних двух лет мы изменили несколько концепцию и начали заниматься теми микрорайонами, где непосредственно проживают те люди, которые делают праздник потом для наших гостей, наших отдыхающих. И Голицыно здесь тоже не исключение, как я сказал, тот же фершерско-акушерский пункт, тот же самый спортзал, улучшение самой школы, качество обучения. То, что здесь появились первые площадки воркаут, это говорило о том, что мы создаем такие же возможности для занятия спортом, какие есть и в городе. Мы строим в городе за бюджетные деньги 4 сквера. Это построили уже сквер, если кто был в микрорайоне КСМ. Шикарная въездная группа, шикарная детская площадка, шикарный сквер. Сегодня мы уверенно говорим, что на КСМ сегодня созданы очень хорошие условия для жизни. Это и набережная по реке, это и дом культуры, который мы построили практически заново. Это, конечно, и зоны отдыха. Совсем скоро в Адлерском районе, в Блиново, на той неделе мы откроем еще одну площадку, вернее сквер, который идет через практически все Блиново. И там тоже наши жители получают комфортную среду. И наши детки получают возможность заниматься спортом, жить комфортно и себя готовить к будущей интересной жизни. Новый парк мы в этом году запускаем и в микрорайоне Мацеста. И именно Мацеста сделается огромной набережной, по набережной люди будут гулять, а вокруг этой набережной также точно скверы, парки, там же детские площадки, спортивные площадки, даже предусматриваем там бассейн строить. И это все делается за бюджетные деньги. 12 дворов привели в порядок, построили заново детские площадки, спортивные площадки. Но это все за бюджетные деньги. А здесь деньги предпринимателей, деньги людей, меценатов. Я очень рад, что город Сочи растет, хорошеет с каждым годом, становится уютнее и комфортнее. И очень рад еще и тому, что уютнее и комфортнее становятся, как я уже говорил, наши отдаленные уголки. Потому что сочинец в любом уголке должен жить комфортно. Хочу обратиться к молодежи и попросить ее продолжать оказывать помощь в деле благоустройства наших городских территорий. Бережно относиться к тому, что построили для вас сегодняшние меценаты. Уверен, что совместные усилия населения, власти, наших предпринимателей, будут приносить только положительные плоды, которые отразятся не только во внешнем облике, но и во внутреннем, главном комфорте каждого человека. Большое спасибо меценатам, строителям за помощь и содействие. Дорогие друзья, дорогие ребята, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, удачи, благополучия вашим семьям и процветания. Вот сегодняшний день еще раз говорит о том, что мы можем процветать, если захотим. Этот сквер может со временем стать не только местом досуга сельчан, но и туристов, потому что он расположен как раз по пути к двум знаковым объектам города – Скайпарку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю. Еще две парковые зоны обустроены на Обытхе и благоустроены в Лазаревском районе. Это те деньги, которые выделены бюджетами трех уровней – федеральным. Основные деньги выделены краевым и городским. И эти скверы делаются по программе партии «Единая Россия» «Комфортная среда». Что касается других трех, в том числе и которые сегодня мы открыли, эти скверы в этом году, как и в прошлом году, делаются за счет наших меценатов, за счет наших предпринимателей, за счет наших жителей. И это очень здорово, потому что наши люди, наши горожане сами занимаются тем, что улучшают свое качество жизни. Но и оно родней будет, потому что вложил свой труд, вложил свои деньги. Этот сквер еще и чем, будем говорить, знаменателен, тем, что вот плитку здесь ложили студенты Института дружбы народов. А я спрашиваю, ну как, научились они? Мы тут многому научились. То есть теперь они хорошие строители, хорошие плиточники. Ну а самое главное, они теперь на всю свою жизнь здесь оставили, что они, именно они, студенты нашего Сочинского института дружбы народов, приняли участие своим трудом в строительстве сквера. И это хороший пример для всех остальных студентов, да и вообще в целом молодежи. Благоустройство города продолжает идти с каждым днем, с каждым годом. У нас все лучше, лучше, красивее. Мы продолжаем эту работу по программам. То есть программа партии «Единая Россия», она продолжается. И мы также будем строить, будем дворы, ремонт, дворы строить, площадки детские, как и в этом. В этом году мы наряду с тем, что вот 4 сквера по программе за федеральные деньги построили. Кроме этого еще 12 дворов. А дворы – это ливневки, это, конечно, твердое покрытие, но и спортивные детские площадки. Это здорово, да. И качество жизни наших жителей улучшается. И здорово, что именно эта качество приближается к месту проживания. Сегодняшний пример говорит о том, что не только в центре города, но и на окраинах, в селах появляются у нас новые скверы, парки, стадионы, спортивные площадки, что, в общем-то, делает жизнь наших сочинцев везде одинаковой, качественной. Кстати, только за этот год во всех районах курорта было обустроено 48 новых спортивных и детских площадок. На этом все. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которым живет город Сочи. Всего вам доброго и с наступающими праздниками! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова